Их нет времени идти к своему компьютеру дома, что-то ждать. Очень часто это с фонтанной покупки. И роль операторов на сегодняшний день действительно огромная. Зачастую мы не думаем, думаем, что это как вода, свет, электричество, такие базовые вещи, но тем не менее это инфраструктура, которая работает, за которой надо ухаживать, которую надо развивать. И эта инфраструктура дает новое качество жизни. Давайте поговорим о том, что нового может предложить оператор. Может быть это уже не совсем новое, но тем не менее, если раньше это были какие-то игрушки, на сегодняшний день это стали такими продуктами индустриальными, зачастую коробочными. Первое, такой базворд, традиционный бигдата. Все про него, естественно, слышали, все про него много говорят в последние годы. Но что изменилось? Изменилось то, что из игрушек, из песочницы это превратилось в реальную историю. Сегодня мы не принимаем практически никаких решений внутри компании без анализа бигдаты. И уже можно сказать, что сотни миллионов, первые миллиарды рублей мы можем монетизировать из внешних источников. Что мы можем предложить для онлайн ритейла? Прежде всего данные по оффлайну. Мы прекрасно понимаем, что в онлайне нашей площадке провайдеры контента знают про своих клиентов все, но, к сожалению, они ничего не знают про них, то, что они делают в их повседневной жизни. Здесь на помощь приходят операторы и действительно могут подставить плечо. Как с точки зрения понимания оффлайнового поведения клиентов, помощи в поиске новых клиентов, которые на сегодняшний день еще не вышли в онлайн и не пользуются тем или иным продуктом. Ну и, естественно, аналитика. На сегодняшний день, вот если говорить про нашу компанию, мы запустили первую на рынке автоматизированную интерактивную платформу маркетинговую, которая позволяет как большим компаниям, так и маленьким компаниям, исходя из тех витрин, которые мы предоставили, нарезать, собственно, ту аналитику, которая нужна той или иной компании. Ну, чтобы понять, о чем мы говорим, про каждого абонента на сегодняшний день мы собираем около 5000 параметров, которые постоянно генерятся ежедневно, ежесекундно, поведение как, собственно, в сети, так и не в сети. И в ближайшее время эта цифра 5000 вырастет до 10 тысяч. Следующая тема – МВНО. Что такое МВНО? Это мобильный виртуальный оператор. Наша компания где-то несколько лет назад сказала, что мы хотим стать фабрикой МВНО. Для нас это было как стратегическое решение по развитию своего бизнеса, так и, наверное, философское желание открыть инфраструктуру операторов широкому кругу лиц. Что это дает операторам онлайн-торговли? Ну, прежде всего, это прямой контакт с клиентом. Зачем что-то у кого-то покупать, если у тебя большой бизнес, ты хочешь этим бизнесом заниматься сам, ты можешь сконструировать сам свой продукт, встроить мобильную связь в свою линейку товаров, выстроить прямые общения с клиентом, выстроить свою дистрибьюцию и так далее. Все это возможно. На сегодняшний день на сети Теледва свыше 2 миллионов абонентов виртуальных операторов. В основном это другие телеком-компании с разными фокусами на разные сегменты. Но на сегодняшний день мы не видим в России пока ритейлеров и онлайн-ритейлеров. В то же время мы знаем, что за границей, как в Америке, так и в Англии, допустим, есть целый ряд успешных проектов. Я думаю, в ближайшем будущем такие компании, как, например, Иви, подумают серьезно, не стоит ли им напрямую через мобильных операторов выстраивать диалог со своими клиентами. Ну и третья тема, как говорится, the last, but not the list. Давайте поговорим немножко про будущее. Это была предыдущая сессия 5G. Повторим, что такое 5G. Это на порядок больше поток информации, которую мы передаем, гораздо больше скорости и контролируемый очень малый отклик. Очевидно, что разным сервисам нужны разные истории. Кому-то нужно передать больше информации, кому-то, как геймингу, очень важен отклик, чрезвычайно быстрый и контролируемый. И самое главное, что система технологии 5G позволяет нарезать сеть с потребностями теми, которые ты хочешь получить. Соответственно, сеть может быть… А если это МВНО, соответственно, ты создаешь МВНО, который имеет заданные характеристики под конкретно твой ключевой продукт. Я уверен, что это будущее случится очень скоро. В ближайшие 2-3 года мы увидим коммерческие запуски сетей. В этом году был такой рубикон, когда произошел запуск первых сетей в мире. В России есть определенные инфраструктурные проблемы, прежде всего, со спектром. Но я глубоко уверен, что в ближайшие 2 года все эти проблемы будут решены. И мы сможем порадовать наших клиентов, в том числе и корпоративных клиентов, клиентов, которые занимаются онлайн-коммерцией, вот этим новым качеством продукта, которого на сегодняшний день нет. В том числе с возможностью создания конкретного продукта через МВНО на 5G. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова